Общее определение. Когда создается общее определение, желательно, чтобы под него подпадали абсолютно все смущения, которые называются этим словом. Ну, смотрите, как интересно. Уж вроде бы, кажется, абсолютно все знают, что это такое. На котором слова не будут сформулировать. Увеличение численности данной особи. Увеличение численности особи. Ну, видно. Так, все-таки не данная особь, а данная особь свою численность увеличится. Размножение, это любой процесс, в ходе которого увеличивается численность организма. Клеточное деление, это размножение грибов. Да, у него есть. Но у всех его природ, оно идет только за счет метоза. Конечно, это размножение грибов. Размножение растений, размножение грибов. Всегда, когда мы говорим слово «размножение», это что значит? На старте у нас один или двое родители, а на финиш у нас много-много-много детей. Следующее поколение. Число увеличилось. Теперь давайте разбираться с так называемым половым размножением. Внимание, вопрос ко всему. Попробуйте представить себе деревянную железку. Железку определения деревянной. Вы понимаете, что бывают некоторые объекты, которые не имеют права на существование. Если мы их задаем таким образом, что внутри определения у нас есть резкое противоречие. Если уж деревянное, то есть дерево. Если железка, то есть железо. Здесь два взаимоисключающих понятия в одном же деле. Дерево – это железо, и железо – это железо. Отлично. А теперь давайте смотрим. Половой процесс в нашем с вами случае. Как пойдет? Есть папа, папка дуплетка, сперматозок. Ура, да ладно. Есть мама. Мама дуплетка, есть предка. Ура, да ладно. В результате произошло взлияние. Какая клетка образовалась? Зимота. Зимота. Первая клетка будущего организма. Ура. Вот она. Любота. А, я тоже чего-то. Представьте, кто у нас с количеством живых организмов в ходе этого процесса. Их уменьшилось в два раза. Их число уменьшилось в два раза. Вопрос – это размножение или нет? Нет, это же убил и лечит. Ребята, это процесс обратного размножения. Строго обратного. Убийство. Нет, кто кого убивает. Они друг друга. Нет, ребят, это уже привыкли забирать все свои мысли в два, три, четыре достаточно дерзких слов. Хорошая, плохая жизнь, смерть. А ничего про мертвы просто не бывает. Нет, ну, на самом-то деле, ведь мир не описывается в таких планетах. Он просто по-другому описывается. Никакого убийства здесь не происходит, разумеется. Но это процесс менее всего похожий на размножение. У вас на старте две клетки, на финишах одна клетка. Клетка какой-то у нас есть. Другое дело. Если мы иначе выделим множество. Если мы будем не на так смотреть, а если мы будем смотреть вот так, то у нас старте процессы. У нас два организма. Мама и папа. Да? А на единственный процесс сколько организмов? Три. Три. Мама, папа, ребенок. Ну или сто тридцать три. Если ребенок не один, а их много-много-много. Чего иметь сто тридцать три? Неважно, конечно, что лицо. До конца двух раз, сколько эфринов за один не ешь, откладывает самка три ски. Порядка двух миллионов за один не ешь. Два миллиона икринок за один не ешь. Очень мягко. Треска крупная рыба. Вот те заморыши, которые продаются в магазине под этим названием, результат переразвития трескового промысла в мировом идее. Вообще-то треска вырастает более чем до метра в длину. Взрослый от треска может весить килограмм сока. Такая рыбина. И что, прям все выживают? Он сказал, что выживают. Я говорю слово «выживают». Я говорю слово «откладывает» или «выметывает» при месяцах. Выживает? Это позволяет поддерживать высокое разнообразие в популяции. И такая группа может легко приспосабливаться к изменчивым условиям окружающего мира. Ура! При этих условиях можно хоть весь космос покорять, чтобы ко всем вариантам условия рано или поздно приспособиться. Есть организм? Организм называется Ваня. Отлично. У Вани папа есть? Да. Есть папа. Мама есть? Есть. Есть мама. Ладно. У Вани папа нос был? Да. Отлично. У мамы? Возможно, был. Отлично. Когда мама и папа строили Вани организм, то есть с первой слюжной циклиткой, по поводу носа, получил ли я в будущем Вани организм какую-то информацию, какие-то гены, которые определяют поводу носа? Вообще, да. От кого? От мамы и папы. От кого повезет. Славно. А от кого повезет? То есть мама дала, а папа пожадничала. Да. Так, чертовски интересно. А если все пожадничали, то у нас не было? Вы это своих родителей считаете такими жаденными коверниками, которые заинтересованы в том, чтобы свои гены попридержали у себя. Нет. Не, да. Не, не, не. Игра играется какими-то. В половую клетку отдаются записи всех признаков. Родители не имеют права жадничать. В половую клетку записаны все гены данного организма. Хочешь размножаться, будь добр, не жадничай. Есть твоя информация, делись. Итак, давайте-ка мы обозначим количество признаков у человека N. Итак, папа отдал N признаков, мама отдала N признаков. Вопрос. Сколько N генетическая информация записана в каждой клетке военного тела? Ваня. И та Аня, которая доминантная, кто хочет сказать? Ладно, подождите про доминантную или сильную, я потом хотел генетики. Сейчас вопрос другой. Ваня вырос и встретил, как я не знаю, Зульфию. Так, но у Зульфии папа есть? Да. Есть. Мама есть? Да. Есть. А это значит, в каждой клетке тела Зульфии сколько раз записана программа в стране всех признаков? Два раза. Два раза. Хорошо. Встретили два одиночества, решили создать новую жизнь. Раз, четыре, два, половые веки имеют только один вариант. А как это интересно? За счет какого процесса делится прядь? Удвоение, да. Удвоение делится или увеличивается? Слово удвоение, по-русски, что значит? Увеличено. Угу. Два раза. Раздвоение, да. Раздвоение. Раздвоение личности, по-русски, да. С клетками раздвоение случается веки. По-русски, что все клетчные отделения, все клетчные клетки, идут только путем методов, о котором мы знаем. Примечерняя ягра должна быть точно таким же, как материнская. Создается половая клетка. Ну и Ваня отдает ядро свое, она у него двое. Зудьбе отдает свое ядро, она у него двое. Хорошо. Этот сыночек встретил подружку с такой же историей. А это, знаете, сколько раз у его подружки записан каждый генетический признак? Восемь, восемь. А у них ребенка? Восемь, восемь. А у их ребенка восемь. А в десятом поколении? Тысяча двадцать четыре. Тысяча двадцать четыре копии каждого гена. Это возможно или нет? Нет, не влезет. Очевидно, очевидно. Поэтому, чтобы не происходило это безобразие, для организмов, у которых есть половое размножение в форме коопуляции, то есть в форме слияния половых клеток, и предусмотрено особое клеточное деление, особое деление клеточного ядра, при котором, вот здесь, в теле вами, в теле зульфии, при созревании половой клетки, произойдет двукратное уменьшение количества наследственной информации. Но, не из того, чтобы родилась пара потомок такой клетки, сколько их родится? Четыре. Четыре. Вот такое деление, называть его будет редукционное деление для менюз, является необходимым для организмов с половым размножением. Пряководворение. Что с количеством информации всегда будет происходить? Можно сказать, что это будет происходить. Количество единичной наследственной информации всегда будет расходить. Поэтому, при ней, что с ними надо делать? Уменьшить. Уменьшить. А сколько родителей обычно участвуют в половом процессе? Как правило, два. Как правило, два. Кстати, зря смеетесь. Среди бактерий, но у них, правда, половой процесс организован совсем не так, как у нас. Возможно, в ряду некоторых видов, в которых три пола, четыре пола, пять пола. И для того, чтобы процесс прошел полностью, сколько участников нужно? Все. В полу, сколько у них. Но у нас с вами, у кого-то, так не бывает. А раз у нас с вами два участника, то число хромосом удваивается. Значит, в ходе миоза надо не просто уменьшить число хромосом, а во сколько раз уменьшить? Чтобы ничего не изменилось. Вдвое. Вдвое. При оплодотворении умножили на два, применяли. Разделили на два. Следующее поколение. При оплодотворении умножили на два, применяли. Разделили на два. И так сколько угодно раз. Никакого умножения числа сотен не происходит.